Так, следующее видео называется Сталин, человек которого нужно понять Часть вторая Всего три части Одну часть мы уже посмотрели Две части нам заказали Сейчас будем понимать И прощать товарища Сталина Нам начали Донатить сталинисты Не только на Китакадзе, но и другие подтянулись Вернемся в 22-й год Перед вами отчетливо выстраивается картина Какие люди окружают вас, и что у них отнюдь не добрые намерения По отношению к этой стране Я практически уверен, что в реальной жизни Этот чувак, который записывает эти ролики Он работает каким-нибудь водопроводчиком Или блять на заводе гайки крутит Эти люди использовали вас в своих целях А теперь вы им просто не нужны Пока вы воевали против вооруженных армий белогвардейцев Тукачевский воевал против беззащитных крестьян Тамбовской губернии Пока вы воевали за молодую республику Эти люди устраивали геноцид русского народа И вы понимаете, что они не остановятся Их цель уничтожить все, сравнять эту страну с землей Они за все ответят С этой мыслью вы становитесь на тропу войны против всего мира Вы понимаете, в случае вашей победы Они вас возненавидят Так тому и быть Если вас возненавидят сионисты за то, что вы спасете народ И страну от дьявольских замыслов Пусть будет так, зато к дьяволу сами не отправитесь Ленин, который уже не удел Но который пользуется большим уважением у коммунистов Начинает вас продвигать Он боится Тросского Ибо понимает, что это за человек Тросскому ваше продвижение совсем не нравится Он начинает действовать через Надежду Крупскую Жену Ленина Она шепчет на ухо вождю мирового пролетариата Что вы, товарищ Сталин Мерзавец, который обругал ее за то, что она позволила Ленину Писать свои доклады в то время, как ему это запретили врачи Доверье Ленина к вам падает А так как он уже находится не в трезвом рассудке Он обращает внимание партии на ваше поведение Вы извиняетесь перед Крупской Хотя в тот же момент не понимаете, за что именно Вам сказали, чтобы вы смотрели за здоровьем Ильича Этим вы и занимались, когда говорили Крупской Что она нарушает прямой врачебный запрет на трудовую деятельность Ленина Ленин все равно Да, Сталину поручили за заботу о здоровье Ленина И в итоге Ленин умер Он продолжает вас продвигать И высказывает в вашу пользу очень много фактов Почему именно вы должны стать его наследником Зиновьева, Каменева и Тросского это выбешивает Они продолжают действовать через Надежду Крупскую Чтобы повесить на вас убийство Ильича Засчитываю секретное обращение Сталина в Политбюро Строго секретно, членам Политбюро В субботу, 17 марта, товарищ Ульянова Надежда Константиновна Сообщила мне в порядке архиконспиративном Просьбу Владимира Ильича Сталину О том, чтобы я, Сталин, взял на себя обязанность Достать и передать Владимиру Ильичу порцию цианистого кария В беседе со мной Надежда Константиновна Говорила, между прочим, что Владимир Ильич Переживает немоверные страдания Что дальше жить так немыслимо И упорно настаивала не отказывать Ильичу в его просьбе Ввиду особой настойчивости Надежды Константиновны И ввиду того, что Владимир Ильич требовал моего согласия Владимир Ильич дважды вызывал к себе Надежду Константиновну Во время беседы со мной И с волнением требовал согласия Сталина Я не счел возможным ответить отказом Заявив, прошу Владимира Ильича успокоиться И верить, что, когда нужно будет Я без колебаний исполню его требования Владимир Ильич действительно успокоился Должен, однако, заявить Что у меня не хватит сил выполнить просьбу Владимира Ильича И вынужден отказаться от этой миссии Как бы она ни была куманна и необходима О чем довожу до сведения членов Политбюро ЦК Иосиф Сталин, 21 марта 1923 год Вы поступаете мудро Вы не берете на себя это Возьмете, эти люди вас потом загнобят И прощай, великая страна Вы будете расстрелян, как убийца Ленина Ленин же умирает Стоит вопрос о кремации и захоронении Вы предлагаете его забальзамировать И положить на Красной площади Все против Троцкий, Бухарин, Зиновьев и Каменев Почему вы не разоблачаете кровавого тирана Ленина? Начнете говорить плохое про товарища Ульянова Вы будете первым, кого повесит партия на кремлевской стене Из разряда Либо за клевету Либо ты тоже был при делах Начнете говорить всей России Про злой умысел Из-за которого произошла революция Начнется новая революция А в партии вы видите Зомбированных Лениным людей Они верили в него Верили в революцию Верили, что все жертвы не напрасны Верили его словам и идеям А он их использовал и предал Пусть он останется героем Почему-то автор ролика Он не допускает Что сам Сталин Тоже был фанатичным ленинистом В глазах Решаете вы Плюс Ваш шаг Партия расценит Как почетный знак уважения Всех ценностей большевиков Революции И ее родоначальника Добавится И уважение к вам Большинства Вам приходится положить Врага русского народа На Красную площадь Чтобы уничтожить Оставшихся Живых врагов Собственного народа Им нужен герой Пусть им будет Ленин А вам Да Врагов Собственного Грузинского народа По всей видимости Стоит война С более безжалостным человеком Бранштейном Тросским Только Ленин умер Троцкисты Обрушивают на вас Свой гнев Перед партией Они говорят Что вы груб И не подходите на роль Главного секретаря Что вас надо Отстранить от должности Ну это Это собственно Было в письме Съезда Которое Ленин написал И трясут Предсмертным письмом Которое якобы Написал сам Ленин Ну раз так Я подам в отставку Сам Решаете вы Партия отклоняет Вашу отставку Они уже верят вам Но Троцкий Был готов к уходу Ленина И предпринял Соответствующие меры Откатываемся назад В 23 год Был в истории Советского государства Такой исторический момент Который предопределил Многие Значительные трагедии И последствия И самое удивительное Что этот Судьбоносный эпизод Сделали Мало Нужно снять фильм Смерть Ленина Прикол смерти Сталина Ну кстати Может быть и снимут И фильм мог бы Получиться еще даже смешнее Заметным Приложили много усилий Чтобы вообще спрятать его Не только от народа Но и от членов партии Наряду с партией большевиков И меньшевиков Существовала еще одна партия Еврейская коммунистическая На деле это партия Евреев-сионистов Та поддержка В случае угрозы В сторону Троцкого Что произошло Меньшевики и большевики Объединились в одну Большевистскую партию И в 23 году Меньшевики Начали протаскивать Большевикам Еврейскую коммунистическую партию Как же это произошло Вы готовили доклад К январскому пленному О работе секретариата Настает день пленума Вы готовы уже выступить Как вас прерывает Каменев И заявляет Цитирую Политбюро считает Первым вопросом Вместо отчета Товарища Сталина Заслушать сообщение О положении дел В дружественной нам Еврейской коммунистической Компартии Пришло время товарищей Когда без бюрократических Проволочек следует Всех членов ЕКП Принять в члены Нашей большевистской партии Все молчат Вы растеряны Вы понимаете Выступить открыто против Значит навлечь на себя Ненависть тех Кого хотят протащить в партию А заодно и тех Кто им способствует изнутри Но нельзя было и промолчать Молчание Знак согласия Вы просите дать вам слово И говорите Цитирую Я не против приема Нескольких тысяч членов Еврейской коммунистической партии В Российскую коммунистическую партию большевиков Но прием должен быть Без нарушения нашего устава То есть индивидуальный Все вновь вступающие Согласно уставу Должны предоставить рекомендации Пяти членов нашей партии С пятилетним стажем Я говорю об этом Потому что в программе Еврейской коммунистической партии Записано Евреи божья нация Призванная руководить Всем международным Еврейским рабочим движением В ЕКП принимаются Только евреи Необходимо Чтобы вступающие В нашу партию И вся ЕКП На своем съезде Отказались публично От сиянистских задач Своей программы Троцкий буквально Скакивает со стула И со свойственной ему экспрессией Четким язычным голосом Начинает кричать Здесь случай особый То о чем говорит Сталин Уже практически осуществлено На декабрьском пленуме ЦК ЕКП 1922 года Принято решение Отказаться от сиянистской программы Партии И просить о приеме Всей партии В состав партии большевиков Я думаю нельзя Как рекомендует Сталин Начинать нашу совместную деятельность С недоверения Это будет оскорбительно Председательствующий Каменев Посчитал дело решенным И предложил перейти К следующему вопросу Заслушаем Отчет товарища Сталина О работе канцелярии Политбюро Тем самым Каменев подчеркнул Что вы всего лишь Руководитель канцелярии Но возвращаемся в 24 Четвертый Ленина нет Троцкий теперь главный Вы один на один с этой партией Один на один с Троцким Зиновьем и Каменевым И тысячи евреев за их спинами Ваш враг силен как никогда Ну что уважаемый зритель Что вы будете делать Я надеюсь вы уже целиком Влезли в роль Сталина Так вот Они хотят вас убрать Они хотят уничтожить всех Кто им помешает Троцкий и его подельники В 19 году Издают указ о ликвидации Русской православной церкви Чтобы окончательно превратить Нас в звери Без истории и культуры С этого и начинается борьба Получается что Сталин Наверное расстреливал Только плохих священников То есть хороших священников Расстреливал Троцкий И другие евреи А Сталин он вот Как бы по инерции Видимо действовал В 30-е годы И последующий период Или он значит Только плохих священников Убивал Память и религии Попов надлежит Арестовывать Контрреволюционеров И саботажников Расстреливать Беспощадные повсеместно И как можно больше Церкви подлежат закрытию Помещения храмов Опечатывать и перевращать склады Да С этого указа И начали уничтожать Нашу религию Троцкийсты начали Издавать два пропагандистских Журнала Безбожник И воинственную Безбожник Еще был такой Русский человек По фамилии Калинин Его обязали подписывать Каждый приказ Троцкого Без каких-либо Обсуждений и возражений Но когда расстрел И грабеж Церкви достигли своего апогея То в 24-м году Он обращается За помощью Кван товарищ Сталин Он говорит Что больше не может Подписывать огромные указы О мародерстве И расстрелах священнослужителей Все грехи Троцкийстов Лежат на его плечах Вы делаете все возможное Чтобы церковь спасти Поэтому пишите Циркулярное письмо ЦК РКПБ Номер 30 Об отношении К религиозным организациям В котором Видите Сталин был хороший Он хотел спасти церковь Он был православный Постановляете Первое Воспретить закрытие церквей Молитвенных помещений Второе Воспретить ликвидацию Молитвенных помещений Третье Воспретить ликвидацию Молитвенных помещений За они и прочего За невзнос налогов Четвертое Воспретить аресты Религиозного характера Поскольку они не связаны С явно контрреволюционными деяниями Служителей церкви и верующих Пятое При сдаче помещений Религиозным обществом И определении ставок Сражайше соблюдать Постановление в ЦИК От 29.3.23 Этим я Как автор Плюю лицо Тем Кто говорит Что Сталин уничтожал церкви И нашу с вами религию Те кто говорит так Лгут Этим самым письмом Вы вступаете В прямое противостояние с Троцким Но Троцкий Его банда уже успела вынести Все что только можно Они ограбили церковь С ног до головы В защиту церкви В 1933 Вы сдаете еще один указ Номер 1037 Дробь 19 12 сентября 1933 Года Товарищу Меньшинскому В период С 1920 До 1930 Годов В Москве И на территории прилегающих районов Полностью уничтожено 150 храмов 300 из них Оставшихся Переоборудованы В заводские цеха Клубы Общежития Тюрьмы Изоляторы И колонии для подростков И беспризорников Планы архитектурных застроек Предусматривают снос Более чем 500 Оставшихся строений Храмов и церквей На основании Изложенного ЦК Читают невозможным Проектирование Застроек За счет Разрушения Храмов и церквей Что следует Читать памятниками Архитектуры Древнего русского Зодчества Органы советской власти И рабоче-христианской Милиции ОКПУ Обязаны Принимать меры В ходе дисциплинарной И партийной ответственности По охране памятников Архитектуры Древнего русского Зодчества Секретарь ЦК Сталин А в 1939 году Когда вы становитесь Полноправным правителем СССР Когда производите Полную чистку аппарата От рацистов-сионистов Издаете финальный указ О защите церкви Указ номер 1697-3 Выписка из протокола Номер 98 Решение от 11 ноября 1939 года Вопросы религии По отношению к религии Служителям русской Православной церкви И православным верующим ЦК постановляет Первое Да, но тем не менее В годы большого террора То есть 36-го Как раз по 1939 год Было арестовано И расстреляно В том числе Огромное количество Священников То есть вот этот указ Он знаменует Собою скорее Прекращение Большого террора То есть террор Пошел на спад А не то что Сталин был гуманист И он значит За церковь Потому что В предшествующие годы Его власти Было расстреляно Огромное количество Священнослужителей 19-го года Номер 13666-2 О борьбе с попами религии Адресованная Председателю ВЧК Товарищу Держинскому И все соответствующие Инструкции ВЧК УГПУ НКВД Касающихся Преследования Служителей русской Православной церкви И православно верующих Отменить Третье НКВД СССР Произвести ревизию Осужденных и аресованных Граждан по делам Связанных С благослужительной деятельностью Освободить Из-под стражи И заменить Наказание На не связанное С лишением свободы Осужденным По указанным мотивам Если деятельность Этих граждан Не нанесла вреда Советской власти Четвертое Вопрос о судьбе верующих Находящихся под стражей И в тюрьмах Принадлежат Иным конфессиям Единственное Я не раз слышал В каком контексте Там Дзержинский Упоминается Потому что На дворе Это 39-й год Вообще-то Какой Дзержинский ЦК вынесет решение Дополнительно Секретарь ЦК Сталин Да Ваши руки Развязываются Только в 39-м И в результате Этого указа Освобождается 40 тысяч Священнослужителей Но вернемся К борьбе с Роскин На 14-й пар конференции В апреле 1925 года Вы заявляете о том Что в России Имеется все необходимое Для осуществления Программы Построения Самодостаточного государства Большинство партийных Организаций При обсуждении речи Поддержало Вашу стратегическую программу Но транскисты Сразу кинулись В трибунную драку Главный тезис Их возражений был Социализм построить В одной стране невозможно Вы рассматриваете Два варианта Развития государства Первый Как предаток Мировой экономики То В каком положении Россия находится Сейчас В наше с вами время Уважаемые И второй Россия Как самостоятельная держава Вот что вы говорите Цитирую Есть две генеральные линии Одни исходят из того Что наша страна Должна остаться Еще долго Страной аграрной Должна вывозить Сельскохозяйственные продукты И привозить оборудование Что на этом надо стоять По этому пути Развиваться и впредь Эта линия требует По сути дела Свертывания нашей индустрии Эта линия берет к тому Что наша страна Никогда Или почти никогда Не могла бы быть По-настоящему Индустриализованной Наша страна Из экономически Самостоятельной единицы Опирающейся на внутренний рынок Должна была бы Объективно превратиться В придаток Общей капиталистической системы Эта линия Означает отход От задач нашего строительства Это не наша линия Превратить нашу страну Из аграрной В индустриальную Способную производить Своими собственными силами Необходимое оборудование Вот в чем суть Основа нашей генеральной линии Кто не верит в это дело Тот ликвидатор Тот не верит в социалистическое строительство Эти противоречия Мы преодолеем Мы их уже преодолеваем И без помощи со стороны Мы унинывать не станем Караул кричать не будем Свои работы не бросим И трудности не убоимся Кто устал Кого пугают трудности Кто теряет голову Пусть даст дорогу тем Кто сохранил мужество И твердость Мы не из тех Кого пугают трудности На то и большевики мы На то и получили Ленинскую закалку Чтобы не избегать А идти навстречу трудностям И преодолевать их Писали голоса правильно И долгие аплодисменты В чем заключается Линия троцкистов Проведем параллель С современностью Сегодня мы пользуемся Американскими Корейскими мобильными телефонами Носим китайскую обувь И турецкие винчи И ездим на европейских автомобилях Да, все из-за троцкого Вот чего они хотели И чего они сегодня добились А чего хотел товарищ Сталин А товарищ Сталин хотел Чтобы мы все производили сами Обувь, одежду, вещи, автомобили Технику, танки, самолеты И многое другое И у него это получилось Мы настолько огромны Что можем жить самостоятельно И ни от кого не зависеть И он это доказал Правда, стоило это ему жизни Но вернемся к парт-конференции Ворошилов попросил слово Да, еще это стоило жизни Не только ему Но и огромному количеству Граждан Советского Союза Товарищ Сталин Являясь генеральным секретарем Конечно, состоит членом секретариата Но вместе с тем Являясь членом пиолетбюро Единство у нас должно быть И оно будет Если партия Если съезд проявит характер И не поддастся запугиванию Если кто-либо из нас будет зарываться Нас будут призывать к порядку Это необходимо Это нужно Не получив поддержки своим нападком Глава делегации ленинградских коммунистов Зиновьев вместе с Каменем Предложили перенести работу Съезда в Ленинград Эту уловку делегаты раскусили Съезд осудил Раскольничью деятельность фракционеров В ответ на это Зиновьев увел из зала Ленинградскую делегацию Эти люди возвращаются в Ленинград Их злости и ярости нет предела Как так? Как же так получилось? Это их не устраивает Их не устраивает такое решение И что они делают в ответ? Да, им же нужно что-то делать И с помощью дезинформации Клик Там наверное сейчас дальше будет Про убийство Кирова Виты красноречивых слов Они добиваются Неслыханного решения Полностью запретить Обсуждение В партийных организациях Материалов 14-го съезда Да, переступая все рамки и законы Они предпринимают Этот гнусный шаг Чтобы задвинуть вас Дальше Они препятствуют Распространению газеты Правда Через свои средства Массовой информации Они призывают людей К неподчинению Решению съезда Этим людям Наступили на хвост Они мечутся из стороны В сторону И не могут простить Фото Навального Блять Маня Мирок Совкодрочеры И что какой-то грузин Начинает перехватывать У них власть В ответ Вы создаете еще один съезд Где на тайном голосовании Организовываете Выборы По новому составу ЦК Где люди голосуют Против Зиновьева Каменева Петровского Свержается Но враг не сдается Их заказчики Сионисты В беженстве Все напоминает Какой-то остросюжетный фильм Где добро начинает побеждать А зло Не может этого позволить На плену Мицека 14-го 23-го июля 26-го года Оппозиционеры Троцкисты Вновь выступают против вас Им нужно вас убрать Любой ценой Они начинают вести Предсмертной запиской Ленина В которую Спрашивают Причем тут Сисян Ну как Тоже троцкист Как бы Агент мирового капитала Сионистов Масоны Рептилоида Все дела Уже сами и написали Но им уже никто не верит Они не сдаются Они публикуются ту записку В виде листовок И раздают их На улице Обычным гражданам На заседаниях К политбюро Вы подчеркиваете Что возмущение В рядах партии Против оппозиции растет Пленум ЦК В конце октября Признал Невозможным Дальнейшее пребывание Зиновьева В Каминтерне А Каменева и Троцкого В составе политбюро Вас начинают обвинять В антисемитизме Но вы ставите вопрос ребром Что борьба идет Не против евреев А против конкретных лиц Троцкого Зиновьева И Каменева Это только верхушка Айсберга Низ же его Находится за океаном Эти люди Хотят бросить нашу страну В печь мировой революции Но вы понимаете Что это только слова А на самом же деле Банкиры хотят Через Красную революцию Поработить весь мир Всю экономику Зимово шары Сегодня В 2013 году Им это удалось Вернемся в прошлое Товарищ Сталин Решил строить социализм В одной стране Но на самом деле Он просто хотел построить то Что разрушили те Кому он поверил Когда-то И не просто построить А сделать великим Рада вас рано У Троцкого Есть еще армия И с помощью этой армии Он может разрушить Тот хрупкий мир Который вы начинаете Растить вокруг себя Ваше влияние В военных кругах Так же мало Как когда-то В 22 году Когда вы только Зашли за кулисы власти Троцкий Вот кому поклоняются солдаты Очень много офицеров Личные ставленники Троцкого Он делает это специально Чтобы везде были свои люди Везде Во всех управляющих местах Евреи Сианисты А вам нужно сделать так Чтобы такая сила Как армия Не находилась в руках у врага Сложная задача Но и с ней вы справляетесь С помощью партии и ума Вы добиваетесь Снятия главного соратника Троцкого Антонова Овсиенко И ставите своего человека Бубнова Выводится из окружения Заместитель Троцкого По военным делам Склянский Его вы меняете на Фрунзе Фрунзе также назначается По совместительству Начальником штаба И начальником военной академии В Реввоенсовет Вы продвигаете своих соратников Ворошилова Буденова Бубнова И Арджоникидзе По решению Реввоенсовета И своих единомышленников Вы добиваете снятие Троцкиста Муралова Командующего Московским военным округом И ставите на его место Ворошилова Через комиссию Оргбюро ЦК РКПБ Под председательством Бубнова Вычистите ряды Военных комиссаров Параллельно этому В воинских частях И штабах Отовсюду снимаются Портреты Троцкого И его плакаты Изображающие Троцкого Как вождя Красной Армии Менялись тематики Политзанятий Вместо темы Ну да Он был создателем Красной Армии Троцкий Мождь Красной Армии Предлагалась Мождь Красной Армии РВС СССР Позднее И это было заменено На руководство партии Отныне Партийные органы Армии Подчинялись Непосредственно ЦК И ее генеральному Секретарю Сталину В 27-й год Троцкий Отстранен от всех дел Как его главные соратники Наши заокеанские коллеги Потерпели фиаско От хистерого грузина Который обхитрил их всех Потенциальных правителей мира А вы бы смогли? Да Надо автору этого ролика Заказать Ролики с канала Голковского Где доказывается Что Сталин был Британским шпионом Тут и оно Но это не счастливый конец Это только начало Битвы за нашу родину Да Охуенно Нестор свой с Морфером Или Стариков Я уже шутил По-моему на эту тему